Добрый день. Наиболее сложная обстановка в Сирийской Арабской Республике по-прежнему остается в Алеппо. Нами были созданы все условия для нормализации ситуации в городе. С 18 октября в 10-километровой зоне вокруг Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России и ВВС Сирии. Данный режим соблюдается и по сей день. С 20 октября в Алеппо в течение трех дней с 8 часов утра вводились гуманитарные паузы, на время которых сирийские правительственные войска полностью прекращали огонь. Идя навстречу международным организациям, их продолжительность была увеличена на 3 часа до 19 часов вечера. Подготовлено 8 гуманитарных коридоров, два из которых предназначены для прохода членов бандформирования с оружием и эвакуации больных и раненых. Шесть коридоров открыты для мирного населения. Более того, сирийские власти готовы принять гражданских лиц по всему периметру Восточного Алеппо, где они могли бы вырваться от боевиков. Об этом мы подробно информировали представители общественности и международные организации. Террористы делают все, чтобы не допустить выхода граждан и боевиков из Восточного Алеппо. Гуманитарные коридоры для мирного населения по-прежнему заблокированы. А по всем, кто пытается покинуть Алеппо, ведется прицельный снайперский огонь. За три дня гуманитарной паузы жилые кварталы в западной части Алеппо 52 раза обстреливались боевиками из минометов и реактивных систем. В результате от рук террористов погибло 14 и было ранено более 50 мирных граждан. 15 раз огонь открывался по гуманитарным коридорам. В ходе одного из обстрелов ранения получили три офицера Российского Центра Примирения. Несмотря на это, нам удалось убедить командование сирийской армии не поддаваться на провокации и не открывать ответный огонь по боевикам. Российским Центром по Примирению враждующих сторон было налажено тесное взаимодействие с представителями ООН, которые намеревались организовать вывод из Восточного Алеппо 200 больных и раненых. Однако в течение трех дней гуманитарной паузы представителям ООН и сирийского Красного Полумесяца так и не удалось согласовать этот вопрос с боевиками. В результате только в первый день гуманитарной паузы из Восточных кварталов вышло 8 раненых боевиков и 10 мирных жителей. И то благодаря совместным усилиям Администрации Алеппо и Российского Центра Примирения враждующих сторон. Призывы к лидерам так называемой умеренной оппозиции и их кураторам вывести больных, раненых и мирных жителей, а также боевиков, в том числе с оружием, остались без ответа. Несмотря на это, мы продолжаем работу по оказанию помощи местному населению. Администрации Алеппо, Духовенством и Российским Центром Примирения враждующих сторон Вчера с 21.30 до 22.00 часов из района Бустан-Алькаср организован выход 48 мирных жителей. Мы готовы и далее по первому запросу вводить гуманитарные паузы, но при наличии достоверной информации о готовности к выводу больных, раненых и мирного населения. В очередной раз хочу вернуться к вопросу о якобы неизбирательном нанесении авиационных ударов ВКС России в Сирии. Примером тому является информация, озвученная новостным телеканалом Евроньюз 2 октября этого года с обвинениями в наш адрес об авиационном ударе по госпиталю Сахур в восточной части Алеппо. При этом сообщалось, что в результате удара разрушены стены, инфраструктура и оборудование. Согласно сообщению, в госпиталь попало как минимум 7 ракет, выпущенных самолетов и вертолетов. Сегодня мы представим данные объективного контроля. На космическом снимке, полученном 24 сентября, то есть до озвученной даты удара, вы видите госпиталь Сахур. На другом снимке, сделанном 22 октября, то есть уже после якобы нанесенного удара, никаких различий в состоянии объекта не наблюдается. Данный факт свидетельствует о том, что обвинения ВКС России со стороны неких очевидцев в неизбирательных ударах на поверку являются обыкновенными фальшивками. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что с 18 октября в 10-километровой зоне вокруг Алеппо полностью прекращены полеты авиации ВКС России и ВВС Сирии. Мораторий на удары российской и сирийской авиации вокруг этого города будет продлен. Мы внимательно следим за обстановкой в районе Масула. Пока заметных успехов коалиции по освобождению этого города от террористов ИГИЛ не наблюдается. В то же время имеются многочисленные факты нанесения авиационных ударов коалиции, возглавляемой США, пожилым кварталам, школам и другим зданиям гражданской инфраструктуры, как в самом Масуле, так и в других населенных пунктах иракской провинции Найнава. При этом жертвами таких действий только за последние трое суток стали более 60 мирных жителей, в том числе дети. Ранения получили свыше 200 человек. Так, 21 октября самолет ВВС США нанес удар по школе для девочек Аль-Хадж-Юнус, расположенной в южной части города Масул. 22 октября массирным авиационным ударом подвергли жилые кварталы населенных пунктов Каракош, 20 км восточнее Масула и Хазна, 15 км восточнее Масула. 23 октября ракетно-бомбовым ударом ВВС США подверглись населенные пункты Карак-Хараб, 17 км в севернее Масула, и Эш-Шура, 34 км южнее Масула, где разрушено большое количество жилых домов. Кроме того, наблюдается исход боевиков из Ирака в Сирию. По имеющейся у нас информации, в район Дер-Эзора из Масула уже прибыло около 300 боевиков ИГИЛ. В ВКС России ведется круглосуточное наблюдение за обстановкой в районе сирийской иракской границы с помощью беспилотных летательных аппаратов и других средств разведки. Российские самолеты несут дежурство в воздухе в готовности к нанесению ударов по террористам. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok